Два деда Юрия Робертовича освобождали город-герой Одессу. Дедушка по маме на линии Шишкин Михаил Иванович, ветеран Балтики и Черного моря. После войны остался жить в Одессе. За боевые заслуги награжден медалями и орденами. Для внуков он олицетворял идеал офицера, дорожил семьей и во всем чтил порядок. Дед любил порядок. Он вставал в 5 утра. У нас был полисадник. Он со шланга весь полисадник вымывал. У него стояло, он летом спал только на улице. Белоснежное просто и все. Запомнился еще вот это вот понятие, хотя он и мичман, но мичман уже почти что офицер. Это белая форма, отучуженная, просто что можно пальцем порезать. И эти пуговицы, которые начищены до блеска. Он был такой коренастый, но крепыш. Вот лето, где-то в белых штанах, белая майка. Руки вот так вот закидывает и играет просто вот бицепсами. Так. Чух-чух-чух. Это просто. Второй детсвязист Семен Джердев участвовал в обороне Москвы и в освобождении Одессы. Награжден медалью за отвагу и орденами красной звезды Александра Невского. Орденами Отечественной войны первой и второй степени. Во время войны дошел до Праги и не раз под непрерывным артиллерийским и минометным обстрелом восстанавливал повреждения на линиях связи и обеспечивал бесперебойную связь командования армии с фронтом. Через всю войну пронес эту фотографию, подаренную женой в 41-м, и икону. Вот Семен Дмитриевич прошел всю войну от начала до конца. У него была ладанка. Это вот такой Никарай угодник в серебряном оплывете, вот такой маленький. Еще ему бабушка его подарила. Потом оно перешло мне. Сейчас оно хранится у моего старшего сына. Так вот эту ладанку он пронес через всю войну, и не было ни одного ранения. Была контузия, были отморожены ноги, но ни одного ранения не было. Николай угодник помог. Дети и внуки всегда гордились своими дедушками, но не до конца осознавали значение их подвигов. За счет того подвига, который они совершили во время Великой Отечественной войны, в музее морского флота, который вот сгорел, у каждого из дедов были стенды. И посвященный им. То есть с фотографиями, даже кортик, только не помню, чей лежал. И когда я пришел в классе третьем, четвертом со школы туда на экскурсию, я просто был поражен. Юрий Робертович готов передать музею семейные реликвии, фотографии времен войны, ордена, чтобы восстановить стенды героев Великой Отечественной войны. Илона Ганзи, Дарья Сидоровская, Алексей Чиповский, Думская ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова